Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в этом выпуске. Снести и переселить с транспарантами и рупорами на митинг вышли жители Балков. Первым делом самолета скоро на авиарейсах ЮТЕР появится новейшее воздушное судно. И результаты розыгрыша Кубка МВЛ. Получилось ли у звезды Югры завоевать трофей? Правительство России увеличило размер субсидий на переселение из аварийного жилья. Порядка 34 миллиардов рублей дополнительно направят в фонд реформирования ЖКХ. Благодаря этим средствам, рассчитанным до 2017 года, регионам не придется пересматривать свои программы по переселению. Постановление опубликовано сегодня на сайте правительства. Снести и переселить в субботу у здания городской администрации на митинг собрались жители Балков. Демонстрацию власти санкционировали. Правда, организаторы заявляли от 100 до 300 участников. Вышли же с транспарантами намного меньше. Собравшиеся просили прокуратуру Югры провести проверку расходования бюджетных средств, которые предназначены на переселение людей из ветхого жилья. Также митингующие обратились к губернатору региона Наталье Комаровой и депутатам всех уровней, чтобы те взяли под контроль проблему сноса Балков. Администрация услышит нас. Ну сколько можно, в общем. Я не знаю. Мы обращались и к Комаровой. И писала письмо я Путину, Медведеву, вернее тогда, президенту нашему. Ответ был, решайте на месте. Администрация на месте не решает. Не решает. И мы просто вынуждены выходить уже, видимо, опять на Путина Владимира Владимировича. Стоит добавить и то, что многие, пришедшие на митинг, жителями Балков не являлись. Нашему корреспонденту они представлялись сочувствовавшими. Между тем, в бюджете округа на переселение людей из Балков в этом году средств не запланировано. Впрочем, администрация ведет плотную работу с застройщиками, которые могут покупать людям квартиры за свой счет, а затем возводить здания на земельном участке. Стали известны подробности по делу о Нижневартовском захватчике. Мужчина обвиняется по трем уголовным статьям. Покушение на жизнь полицейского, захват заложников и незаконное хранение оружия. Напомню, инцидент произошел 7 мая. При проверке документов 38-летний уроженец республики Дагестан ранил сотрудника вне ведомственной охраны в грудь и скрылся в соседнем доме. Там злоумышленник взял в заложники семью из 4-х человек. Ближе к ночи мужчина сам сдался силовикам. Ранее в Следственном комитете утверждали, что уголовное дело по статье «Захват заложников» на него заводить не будут. Заложники не пострадали. Он добровольно сдался сотрудникам полиции. В связи с тем, что у нас статья 206 гласит, что в случае добровольной сдачи сотрудникам полиции и в случае подчинения их требованиям, лицо добровольное или по требованию власти, освободивших заложников, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье. ЧП на воде трое рыбаков перевернулись на лодке в районе Юганской Абим. Спасатели обнаружили плавательное средство, а вот поиски людей до сих пор продолжаются. Стоит отметить, что это первый за последние 10 лет подобный случай, произошедший в мае. В прошлом году в Сургуте утонуло 10 человек, однако рыбаков среди них не было. Тем временем в акватории возле нашего города официально открыт сезон летней навигации. Все необходимое оборудование уже выставлено на реки. С 8 мая в Югре объявлен пожароопасный сезон. За минувшие праздничные дни пожаров в лесах не зафиксировано. По прогнозам на этот год, горимость лесов в округе будет не выше, чем в прошлом сезоне. Тогда в Югре произошло 157 пожаров. Авиапатрулирование начнется после того, как на территории округа установится теплая, сухая погода и будет объявлен третий класс пожароопасности. Сегодня в ведении сургутского лесничества находится около 6,5 миллионов гектаров лесного фонда. Хантумансийская база авиа и наземная охрана лесов к тушению возможных пожаров готова. Техника была закуплена по программе окружной. После 2010 года, как говорила, Москва закупили полностью. Согласно норме оснащенности, с учетом электрайлов, бульдизеров, лодок, ботопом, бензопил, воздуходок, все это в комиссии есть. По ПХС, да, укомплектовывается штат сезонных рабочих, то есть рабочих по тушению лесных пожаров, а постоянный штат укомплектован полностью 32 человека. В Сургуте отметили День Победы. О том, как это было, читайте в свежем выпуске еженедельника в Центре Событий. Кроме того, вы узнаете, как остановить поток мигрантов в Сургут, зачем составлять договор с управляющей компанией, какие успехи к ухудеющей группе здоровых оптимистов и в чем секрет сборной России по хоккею. Новый выпуск в Центре Событий ищите в торговых точках города уже сегодня. Первый пошел авиакомпания «ЮТЕР» готовится пополнить свой воздушный флот новейшим отечественным самолетом «Сухой Суперджет-100». Борт один из шести, который поступит в распоряжение в этом году одному из крупнейших авиаперевозчиков России. О секретах строительства воздушного лайнера Рамиль Нуреев. Более шестисот тысяч заклепок, гаек, болтов и других мелких деталей, которые требуются для соединительного крепежа. Свыше 80 километров проводов, огромное количество комплектующих. Все это и многое другое требуется, чтобы собрать новейший самолет «Сухой Суперджет-100». Производство воздушных судов и их окончательную сборку осуществляет комсомольский на Амуре филиал компании «Гражданские самолеты Сухого». И все начинается с цеха сборки фюзеляжа. Так называемые бочки водружаются на специальный стенд, и работа закипает. «На этом стенде очень современное высокотехнологичное и высокоточное оборудование. Значит, осуществляется технологическая операция стыковки отсеков. Здесь отсеки ориентируются в необходимое для стыковки положение с высокой точностью. Сводятся, после чего производятся операции по установке крепежа по стыкам, необходимых деталей, формируется силовой набор». И только после этого фюзеляж перемещается в «Святая святых» — цех окончательной сборки. Именно здесь ему придают форму будущего самолета, и именно отсюда он выйдет на свой первый полет. Правда, до этого момента должно пройти немало времени. Каждый борт, а и здесь одновременно помещается шесть, требует внимательной проработки. «Здесь производится стыковка с крылом, и окончательная сборка самолета. После этого процесса он готов к выполнению летных испытаний. В цехе шесть рабочих мест, шесть платформ, шесть производственных участков. На каждом из них выполняется тот объем, который характерен только для этого участка». Ежегодно Комсомольский на Амуре, филиал компании «Гражданские самолеты Сухого», наращивает производство без потери качества. А уже в этом году с завода планируют выпустить порядка 40 воздушных судов, а дальше только больше. «Для того, чтобы увеличивать производственные мощности, для того, чтобы увеличивать количество выпуска самолетов, это не бывает просто так. То есть необходимо предпринимать очень много мероприятий, которые приводят к сокращению тактов выпуска самолетов. Так мы в этом году планируем в скором времени перейти на такт сборки 7 дней, для того, чтобы обеспечить производственный план в целом производства самолетов по году». Интерес к Суперджетам проявляют не только в России, но и за ее пределами. К примеру, заказ на производство воздушных судов уже прислали из Латинской Америки. А в июне свой первый лайнер «Сухой Суперджет-100», произведенный в Комсомольске-на-Амуре, получит компания «ЮТР». Он станет одним из шести самолетов, которые в перспективе пополнят воздушный флот одного из крупнейших авиаперевозчиков страны в этом году. Он абсолютно идеально подходит для рейсов протяженностью 2-2,5 часа. Его вместимость 103 кресла, это вместимость аналогичная самолета Ту-34. Боинги 114, 126 и больше мест на этих рейсах слишком большие. То есть мы возим воздух, что экономически неэффективно и плохо отражается на стоимости билетов. К слову о стоимости билетов. В компании «ЮТР» говорят обновление воздушного флота вполне может привести к снижению цен на перелеты. Лайнеры, которые поступают с заводов, менее затратны в обслуживании. Их эксплуатация вполне экономически целесообразна. Выигрывают от этого в конечном счете и перевозчик, и пассажир. Несомненно, использование новых самолетов приводит к снижению цен на билеты. Сказать точную сумму или процент, на который снизится стоимость билета, сейчас, конечно, тяжело. Потому что это будет зависеть от спроса, от маршрута и так далее. Но практика показывает, что большинство лоукост-компаний мира используют новые самолеты. Пока этот самолет зеленый в прямом и переносном смысле слова. Несмотря на то, что все производственные процессы завершены, впереди еще множество испытаний и, конечно же, ряд тестовых полетов. И только после этого его примут в воздушный флот. Новая эра российской гражданской авиации только начинает развиваться. И, судя по тому, как это происходит, будущее у нее есть. Рамиль Нуриев, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Неоценимый подвиг. В Сургуте прошел парад победы и митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая, несмотря на холодную погоду, на улицы вышли тысячи сургутян. В торжественном марше приняли участие более 400 человек. Это расчеты УФСИН, три подразделения ОМВД, лицеи полиции и МЧС, военно-патриотические отряды. Возглавили парад бойцы спецназа «Север». К мемориалу памяти у Вечного огня горожане возложили цветы и венки. Поздравили жителей с праздником первые лица Сургута и представители ветеранских организаций. Впервые на День Победы в небе над мемориалом славы взмыли самолеты местного авиаклуба. Завершилось празднование 9 мая салютом на площади перед Театром Сургу. Я считаю, что парад получился. Вот это начало мероприятий сегодняшних, посвященных Дню Победы, оно достаточно торжественное и волнительное получилось. В этом параде принимали участие представители силовых структур, а самое главное, наше молодежное и военно-патриотическое объединение. Это значит о том, что будущее у нас есть. Также в День Победы прошла масштабная молодежная акция «Живая цепь». Порядка тысячи сургутских студентов в знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне встали, держась за руки от главного корпуса Сургута до мемориала славы. На обелиске молодежь возложила 690 гвоздик. А это 9 мая, ну, такое одно из испытаний, наверное, для молодежи, да, с такой погодой, потому что очень холодно. Передача цветов на мемориал славы города Сургута от памятника Кирилла и Мефодия, символизирующего образование. И здесь собралась молодежь всего города. Это школьники, студенты, различные учащиеся. А вот на другой молодежной акции, к сожалению, нужного количества человек не набралось. 9 мая Сургут впервые присоединился к международному мероприятию «Рекорд Победы». Изначально планировалось, что 100 студентов Сургутского профессионального колледжа отожмутся 25 203 раза за каждый мирный день после окончания Великой Отечественной войны. Однако из-за холодной погоды участие в акции приняли только 40 человек. Им вместе удалось сделать примерно 7 тысяч отжиманий. Но на будущий год студенты твердо решили взять планку. Это память. Наши дедушки, прадедушки, они сражались. И не столько сил потратили. Неужели мы не можем в знак памяти просто отжаться каждый по несколько раз? Ежегодно 12 мая во всем мире отмечают День медицинской сестры. Хороший повод еще раз поблагодарить и поздравить представительницы одной из самых гуманных профессий. Вот уже более 15 лет операционная медсестра Екатерина Томирбулатова работает в кардиологическом центре. Говорит, в этой профессии случайных людей нет и сама пришла в медицину по зову сердца. Профессию я выбрала. В детстве, конечно же, играла в больнички, как и многие дети, девочки, наверное, в частности. А уже будучи постарше, хотелось быть нужной и делать добро. За годы работы, как отмечает сама Екатерина, профессия стала образом жизни. Коллектив, который по праву можно считать бессменным, стал семьей. В этой работе главное доверие и честность. Коллеги хвалят, говорят, энтузиазмы и жизнелюбие у нее не занимать. В работе профессионал с большой буквы и как друг всегда готова протянуть руку помощи. С Катей мы работаем 8 лет. С тех пор, как я пришла работать сюда, в этот кардиодиспансер перевелась. И на протяжении всего времени, что я здесь работаю, мы работаем в одном коллективе с ней. В принципе, человек она очень надежный, ответственный, с которым можно идти в разведку. Работать на совесть и брать на себя ответственность может далеко не каждый. О том, в чем сложность профессии медицинской сестры, рассказала наставник Екатерина Тимирбулатова и Наталья Васильевна. Быть не настоящей здесь не получится. Работа у нас очень тяжелая на самом деле. То есть это и экстренные, и плановые операции, и ночью, и днем, и во время праздника, в любое время. То есть тебя могут вызвать, ты должна быть готова, никогда не можешь сказать нет. По мнению врачей, на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Все это требует большой душевной теплоты и любви к своей порой нелегкой работе. По статистике, на Западе на одну медсестру приходится 5 больных. В России же эта цифра возрастает до 20. Ксения Рабоданова, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Всю минувшую неделю на паркете Премьер-арены молодежные волейбольные команды бились за кубок МВЛ. В турнире приняли участие 8 команд. Сургутская звезда Югры, не уступив ни одного матча в групповом этапе, вышла в финал. Получилось ли у наших волейболистов завоевать кубок молодежной лиги и кто стал самым ценным игроком розыгрыша, знает Дарья Давыдова. Волейбольные выходные принесли радость всем болельщикам молодежной команды звезда Югры. Без проблем обыграв на стадии 1-4 действующего обладателя кубка с Дюшор Локомотив со счетом 3-0, в полуфинале сургутяне встречались со столичной Динамо Викторией. Этой команде звезда Югры еще в групповом этапе уступила всего один сет. Впрочем, прошлых ошибок повторять не стали и быстро и качественно обыграли москвичей в полуфинале. Завтра будет вообще очень тяжело, это финал, а финал никогда легким не бывает. Нет разницы какой соперник, надо выходить и побеждать. А соперником звезды Югры в финале стал казанский «Зенит Уор». Безусловно, этой молодежной команде, пусть и не ставшей лидером чемпионата МВЛ, хотелось взять кубок, дабы не уступать прославленной основной команде. Впрочем, желание не занимать было и нашим волейболистам. Проблемно и волнительно. Начав матч, но все же взяв первую партию с разгромным счетом 25-16, сургутяне буквально разрывали соперника. «Зенит» как мог цеплялся за счет, который все же неумолимо рос в сторону звезды Югры. Шесть эйсов еще больше убедили казанцев, что хозяева площадки гнил и камшиты. Не помог сопернику и действующий чемпион России в Суперлиге Виктор Политаев. Его результативность вообще была далека от идеала. Всего 35%. У нас были проблемы с приемом. Мы не могли добить доигровку. И все это как-то... Мы, может, до очков 18 шли на равных, а потом проигрывали концовку. Обыграв «Зенит Уор» с сухим счетом 3-0, звезда Югры завоевала кубок молодежной лиги. Впервые за всю историю розыгрыша трофея. Тренер сказал, что самый важный день в нашей жизни, то есть сегодня мы либо в шоколаде, либо нигде. Вышли, настроились уже. Хватит им побеждать. Нам тоже иногда. Хотелось бы отметить игру ребят, которые все-таки очень плохо начали. И первую игру, и первую партию сегодня. Очень много ошибались, очень много волновались, но все-таки смогли сыграть дисциплинированно, смогли выполнить установку. Лучшим подающим кубка молодежной лиги признали Леонида Щедилова. Лучшим блокирующим стал Сергей Ершов. Позицию лучшего связующего занял Борис Фирсов. Игрок МВП турнира Александр Гончаров. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Пока молодежная команда празднует победу, в «Газпром-югре» начались кадровые перестановки. Пост главного тренера покинул Вадим Хамутских. Он ушел из клуба сразу после игрового сезона. Однако уже известно, кто займет его место. Новым главным тренером назначен Борис Гребенников, работавший во французском Рене. С игроками «Газпром-югры» Борис Васильевич пока не знаком. Однако, посмотрев несколько игр, уверен, что у нашей команды большое будущее. Русско-французский специалист получил сразу три предложения о работе в России, но выбрал именно «Газпром-югру». Не каждому дано быть в таком сложном чемпионате, показывать регулярный результат. Значит, что-то просто не надо ничего менять, надо что-то улучшить. Как говорится, дать маленький щелчок, чтобы команда поверила в себя. Борис Гребенников за тренерскую карьеру в Европе воспитал двух вице-чемпионов Европы. Под его руководством провинциальный волейбольный Рен выиграл Кубок Франции. Сам Борис Васильевич был признан лучшим тренером чемпионата. Задачу для себя новый тренер «Газпром-югры» ставит серьезные. У нас есть профессиональные амбиции. Да, они высоки, но надо, конечно, быть в пятерке. Быть в пятерке и не ниже. Не ниже, чтобы быть европейцем. Потенциал есть, возможности есть. Свежая кровь влита в состав тренерского коллектива. И игроки уже друг к другу притерты. Костяк команды остается, это немаловажно. Эксклюзивное интервью нового тренера волейбольной команды «Газпром-югра» смотрите в программе «Спортлайн» и на нашем сайте indefisnews.ru. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok «Аура» развернет свой шатер большой московский цирк «Шапито Арена Ягуар». Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. В связи с закрытием салона обуви «Тарвалини» весь май скидки 50% на все. Торгово-развлекательный центр «Союз», второй этаж, салон обуви «Тарвалини». Мечтаете об итальянском палацце или испанском замке? Оригинальное решение дизайна ваших апартаментов – керамическая плитка. Настоящий шедевр. Новейшие коллекции в галерее керамики. Галерея керамики. Искусство жить красиво. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытые для всех, доступны каждому. В связи с закрытием отдела меха и кожи, в универмаге «Сургут» радостные скидки. На норковые шубы – 30%. Рассрочка без первоначального взноса и без процентов. Универмаг «Сургут», улица Рыбников, 16. Телефон 25 06 05. И о погоде на 13 мая. Здравствуйте. В студии Наталья Яркова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Декалюкс». Компания «Декалюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Декалюкс». Надежная защита вашего имущества. Телефон 26 27 72. В рамках акции «Ворота для комфорта» компания «Декалюкс» предлагает большой выбор автоматических ворот в наличии на складе в «Сургуте» по очень привлекательным ценам. Во вторник через Приобье пройдет североатлантический циклон, сопровождаемый полями дождевых облаков. Ночью регион окажется в теплом секторе циклона, а днем начнет прорываться холодно-атмосферный фронт. Только в западной части Югры скажется среднеазиатский антициклон и постепенно распогодится. Ночью в «Сургуте» окрестностях облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 12. Утром местами возможен небольшой дождь. На столбиках термометров около 13 градусов тепла. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра северо-западное 4,9 метров в секунду. Температура плюс 12, плюс 17. Новая коллекция «Весна-лето-2014» для мужчин и дам. В сети салонов обуви «Саламандр». «Саламандр» – качественная обувь по доступным ценам. Спонсор прогноза погоды сеть салонов обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Самые яркие краски весны и лета. В коллекциях одежды для девочек и мальчиков. В сети магазинов «Карапуз» ужасно модно, стильно и удобно. Для активных малышей – бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в сети магазинов «Карапуз». Отдых, спорт и дача «Карапуз» решит задачи. «Фабрика комфорта» – воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Только до 15 мая скидка на услуги 50%. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова